Это реплика от Антона Ореха. А вот Джириновского по фамилии Диденко, который формально все это и предлагает, прогнозирует, что голосование с 16 лет оградит молодежь от Майдана и Болотной, повысит явку. Кроме того, молодые люди лучше информированы, у них твиттеры и блоги, и это повысит подготовленность электората. А вот я не знаю, честно. С возрастными цензами в России все перепутано. Паспорт выдают в 14 лет, и ты уже гражданин. В брак можешь вступить в 16 лет, а в некоторых областях даже раньше. В 18 лет тебя призывают в армию, и ты имеешь право воевать за страну и погибать за страну тоже. Но вот депутатом можешь стать только в 21 год. Почему так? Почему право быть депутатом важнее право умереть за родину? Может быть, снизить и этот ценз? Может, 18-летний депутат это будет тоже неплохо? А президентом почему разрешают быть только после 35, а если я уже в 34 года умный? Поймите меня правильно, и не в защите за такую параллель, но Иисус до 35 лет не дожил вовсе. Это я все к тому говорю, что возрастные ограничения – вещь условная, и сам по себе возраст может и не говорить ни о чем. Можно в 16 лет сделать осознанный выбор, а можно не научиться думать и к пенсии. То, что явка повысится на выборах – верю, потому что 16 лет – это школьный возраст. А школьника куда легче обязать прийти на участок и отдать голос. Тут и мама с папой приказать, могут и учителя поднажать. И проконтролировать, как именно школьники голосовали, куда проще. В конце концов, деткам ЕГЭ сдавать. Проголосуешь как надо, и ЕГЭ от тебя никуда не денется. Школа, помимо высоких показателей сдачи тестов, будет заинтересована еще и в высоких показателях явки на выборах. В высоком проценте голосов, отданных сами догадайтесь, за кого. Но даже если абстрагироваться от нашей российской специфики, 16-летний голосующий, он кто? По возрасту он ребенок. Но при этом ощущает себя взрослее взрослого и считает, что и без старших все лучше всех знает. Это возраст, когда голова работает гиперактивно, но и вложить в эту голову всякой ерунды можно вагон. Надо ли таких граждан впутывать в политику и возлагать на них ответственность, которой они еще не готовы? Не знаю, ей-богу. Это реплика от Антона Ореха. Продолжение следует...